на самом деле вот все что здесь происходит у тебя очень доме в твоем присутствии хочется сказать тебе реально огромное спасибо что вообще не так как я ожидал как же ты ожидал то ожидал я что ну был какой-то образ ощущения что вот так будет там какие-то упражнения инсайты вообще все не так пошло я просто хочу сказать тебе то что вот я ощутил то что находясь в поле мастер я сижу просто рядом с тобой да там в твоем поле и у меня приходит какое-то знание вот какие-то ответы на вопросы причем вот я особо ты не заказывал на нам не нужно и особо не то то что я и думал но в общем спасибо тебе огромное я очень очень сильно благодарен и рад что попал вот сюда вот тебе у меня очень давно была мечта взять у тебя интервью и первый вопрос который такой изнутри хочется задать вот я ехал к тебе сюда я вижу такой вот такую картину люди ходят на улице такая серость люди функции в основном такие безжизненные не вдохновляют совсем и вот вот этот вот то что все знания говорят по-разному то что источник там внутри всегда царство божие внутри нас источник внутри люди которые поняли типа так все же внутри а другие такие хорошо вам а нам-то как и вот я замечаю такую картину люди куда-то приезжают в том числе к тебе вот раскрывается раскрывается что-то душа наполняется потом приехал домой и как-то постепенно так вот и и и и и собрался в то чтобы как про я не говорю что у тебя играют чаще всего именно вот так вот вижу и вопрос как вот как вот этот источник внутри себя как его обрести так что вот уже вы войти туда дверь закрыт закрылась закрылась дверь и все давай сейчас посмотрим с разных точек зрения на этот вопрос первое отвечу по-гурски возьми мою фотографию поставь свечу перед ней и и каждый вечер садись медитирую глядя в мои глаза так многие делают с по отношению к своим гуру но мы играем другую игру на дворе 21 век все по-другому я знаю что в принципе любое такое ну как сказать в конечном итоге учительства состоит в том чтобы зацепившись за поток другого человека который он есть и например или интенсивный или не выключается или неизменный ты в какой-то момент как это сказано там когда ученик готов учитель уходит сам да то есть в какой-то момент возможно иногда когда свой какой-то раскрывается это не значит да смотрите очень часто люди у которых свой не раскрылся они мечтают о самодостаточности и иногда уходят от того учителя который дан задан немножко или чуть чуть раньше чем уже вот 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 девяносто девять и человек выключает компьютер понимаешь не вот поэтому если то что вот рождается между нами и в нашем пространстве независимо от расстояния то оно как бы на пользу так нет ничего стрёмного в том чтобы в этом быть потому что это артезианская вода она одна и колодцы разные там бывает расписной колодец бывает просто родничок и так далее но вода она одна поэтому как бы если но 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 моя задача тебе каким-то образом показать ну что она общая и что у тебя доступ не есть по факту твоего рождения человека но это пресуппозиция мы предполагаем а бог располагает иногда есть у человека очень сильное эго вот бог не дает ему потоковом состоянии по одной простой причине он начнет себе их присваивать видишь я сегодня говорю совсем не то что говорил вчера вот если я знаю что это я и одновременно это через меня это возможность гораздо больше если это потоковость это жизни радостность наполненность целостность укорененность себе и в то же время но согласие с пространством оно такое развернутое целое целостное то есть нечего терять нечего обретать все что надо приходит все что надо уходит то есть полная такая откалиброванность состояние настоящего момента есть все очень классно вот но вот вот этот момент это что между на но у нас существует такой базовый ключевой конфликт между моим ментальным разумом которые загрузки социумом здесь все начиная с речи на которой человек рождается и говорит и огромное количество вот этого всего словесных конструкций социальных паттернов она находится здесь она хорошая она но она функциональна для внешнего мира она не функциональна для внутреннего мира мира души где есть глубокая личностная самодостаточная жизнь и вот как даже такая книжка и с названием источнику не надо спрашивать пути то есть из под его из под глыб пробивается источник он же не то что там сразу смотрел куда можно течь здесь нельзя сюда можно нет он просто сам находит оптимальное направление выражение вот вот этими водные метафоры они на самом деле но очень очень помогают здесь вот вот как вы себя чувствуете да помнишь ли ты себя могу ли я вспомнить себя что еще живу какое мое глубочайшее желание желание как то нет как то что должно исполниться когда ты тогда я почувствую себя счастливым а то что живет и питает меня сейчас вот ну вот вот я вот сейчас я вспомню да а вот едет а вот что то идет что день грядущий нам готовит вот это предчувствие неизвестного что случается и что может случиться и что проявится но такое согласие с этим неизвестным прямо доходящие до чувства восторга и азарта я не знаю какое мы глубочайшее желание но я так согласен с тем что подарит мне следующий момент и в том что и куда я попажу попаду я буду кайфовать и праздновать и это вот самое то это просто самое то это означает вспомнить себя быть душой и если фокус внимания с ментального ума где есть идеи достижения там достигнуть чего-то создать семью вот эти все бесконечные цели которые прописываются на коучинге без согласия с собой человек попадает туда достигает цели но потом понимает были им теперь эту лямку тянуть если он себя то не обрел вот и вот в этом огромная колоссальная совершенно ловушка вот я же я не могу как знать тебе я просто надеюсь я живу всегда в себе там состояние переживания чувству будет разное я слушаю это я слышу где мне надо уединиться взять паузу я слышу где мне нужно каким-то образом согласиться с жизнью согласиться судьбой если я замечаю эту несогласованность я даю себя для этого времени вот и если в согласии со своей душой в какой-то момент согласия с душой превращается внимание смещается и я есть душа вот как есть так и хорошо как хочется так и уже есть не вот потому что вот мы сегодня на семинаре говорили ведь о том что существует я других там в своих там видео говорю инсайта зависимые люди которые от открытия к открытию но ты возьми 1 2 и по практику и проживее тогда открытие становится опытом души опытом тела но не опытом ума вот ну вот такая смотри если между нами с тобой рождается какой-то такой ну поток синхронизация сонастроенности ты мне говоришь что да да я вижу что прямо здесь я не задавал то вопроса на глубину у меня был вот и вот ты на него отвечаешь ну это как говорится нас обручили небеса с тобой вот и в этом смысле вот она все прекрасное чудесное замечательный происходит и нечего этого даже и стесняться ни разу то есть живем да и живем и все при этом у меня у меня смотри как нет намерения что тебе надо что-то сделать лучше я могу повести за твоей идеей а вот как мне улучшить там самооценку я могу сыт в этом с тобой поговорить но только для того чтобы тебя соблазнить там и вот так вот как мы сегодня дернуть сюда вот так вот это вот вот она как бы и все и живем и живем вот пока тебе созидательно и питательно со мной ты рядом расстояние не властно когда ты чувствуешь что моя интенсивность моего присутствия для вот этого вот этого тебя она становится разрушительно перепроверь потому что может быть ну может быть это как раз ну как бы сейчас кризис где следующий уровень и я его инициирует избегаешь но если действительно так стало ты уходишь это тоже прекрасно ты слушаешь себя но здесь очень важна конечно культура расставания что если оставить и поблагодарить и так отпустить другого человека чтобы между вами то если вы стоите ну например на натянутой веревке если резко бросишь другой человек упадет даже и он его соберут он устоит я уверен в какой вещи великие вселенские божественные силы если я попадаю в какую-то трудную ситуацию они собирают меня ну там как птицу феникс там ну ну максимум 10 дней недели может быть три дня но это все как бы собирается я вот я тебе говорил да что я уверен в том что меня собирают руками людей заботой любовью то есть почему потому что есть такая очень важная точка некоторая посвященность посвященность большему я здесь максимально ухожу ты весь дистанцируешь от религиозной терминологии посвященность большему означает что я здесь для вас ну то есть для того чтобы добра мира любви радости справедливости было больше и в этом мое личное индивидуальное счастье вот в негативном смысле эгоическое мышление оно устроено так вот когда этот эгоизм неразумный я жив за разумный да вы здесь для меня и я внимательно смотрю как мне можно вас поиспользовать чтобы мне стало хорошо вот вот это вот принципиальная разница разумного эгоизма вот неразумный эгоизм разумный эгоизм это некоторая посвященность большему да как бы я просто выделен кая ну я ну согласие быть ну вот этим вот в мире же очень много куда нужно просто вот так вот как доктор нас учил руку так приложил и человеку легко и мне недорого но когда человеку легко волной возвращается и ты мне вот поэтому вот чтобы я понимаю такую штуку чтобы не терять нужно и стоит практиковать то что я получил и открыт до во взаимодействии с кем-то тот опыт который я получил когда ты его вербализуешь два-три раза вот он становится уже твоим переживаемым опытом потому что если ты чему обучился например каким-то гимнастическим йогическим штукам есть не практикуешь она отходит а вот поэтому если ты рассказываешь вот на этом обращении например там протестанта в основном познал господа иди расскажи всем неси благою весть вот а если я только познал и сам в себе вещь себе некоторые говорят а мне в одиночестве легко стихи пиши музыку пиши а мне в одиночестве хорошо нет смотри как и и если ты можешь это канализировать творчество но если ты пишешь стихи это тоже пишешь в надеюсь что кто-то прочитает если ты пишешь музыку то тоже ведь это же на самом деле прекрасно и тогда но на этом подъеме и тогда ты просто ну вот есть же болотце это самозамкнутый человек а есть проточная река и вот горная река она почему такая чистая постоянно бьется 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 а камни бьется 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 а камни и за счет этого вычищается вычищается и вот очень красиво когда горный ручей например или река течет и солнышко светит и такая радуга в этих лучах вот это ты если я радуга это одно но привычные системы в которых мы воспитываемся и очень часто в середине ресурсных нее одобряя не подбадривающих людей они так говорят вот то что ты хочешь делать никому не нужно да вообще на самом деле твои песни никто не будет слушать ты ты возомнил себя кем-то это не ты вот есть великие какие-то вот они ты а это не ты и таким образом как только ты заболачиваешься ряска тина и потом уже в этом можно завязывать и человек который тебя полюбит в таком случае он завязнет в твоем болоте поэтому я смотрю вот например есть люди которые меня любят вот я понимаю интенсивность меня и со мной вообще очень трудно ужиться так только по чуть-чуть взять и опять но я но принципиально да вот ты меня не выслушиваешь мне тоже есть что тебе рассказать я хочу тебя поговорить иногда мне вот такие мысли у меня такие бы и вы знаешь что дорогой или ты сливайся в мою реку или я тебе немного свежей воды дам в болото чуть-чуть но мне дальше вот то есть очень важный принцип я не зависаю ну как бы во взаимодействии если например терапевтическое взаимодействие человек просит помощи я туда в это болото струю свежей реки дам и там раз аккуратненько начинает все происходить вот но во взаимодействии я не зависаю надолго с нересурсными проблемными людьми я могу быть им только тем кто туда водички дает например там струю огромную даст чтобы она все вымылось прямо чтобы это все поднялось со дна иногда это бывает болезненно потому что если ты заболотился и успокоился и в тебя идет огромная струя там же все лягухи повыскакивают вся тина вот так вот верхом но это зрелище согласись но в этом ну нужно согласиться или с интенсивностью жизни или в заболот будешь то дополоть поэтом николаем заболоцкий душа обязана трудиться и день и ночь и день и ночь чтоб воду в ступе не толочь ну ты уж не заболоцкий ты же белый вообще тебе так это повезло вот с этим псевдоним не знаю их ли фамилия но ну это вообще слушай в белом есть все цвета да очень сейчас просто чувствую ответ тут ответ больше на вот проживание на принять но это струя и вот это я постараюсь не включать просто не включить попробуй мне хватило хорошо тогда есть еще один вопрос вот раньше часто замечал вот разных мастеров том числе у тебя вот вот есть такая штука типа черная следующий день белая так чё ж белое черное то и вот вот этот вот вот это тезис антитезис синтез да а что должно быть правдой что вот эта вот модель работала и еще и нужно нужно в нужном русле вопрос да хорошо я понял что ты уже перешел в правое и справа со мной я могу я могу я могу излево давай излево излево смотри растождествленность нужно избавляться от эго нужно вот просветление и дают практике реально это происходит начинаешь чувствовать что такое вот растождествленность идеями с идентичностью с убеждениями тут бац эго нужно подождите вы же говорили что это не нужно нужно и вот это вот это вот черное белое да а я то понимаю что тезис антитезис синтез ну как будто делал как многие там делали вот что должно быть правдой какой-то фундамент чтобы вот это было по такая многопозиционность да которая вот работает ну во первых хорошо что ты говоришь многопозиционность потому что существует точка зрения точка зрения точка зрения точка зрения да ну например вот смотри здесь вот у нас сколько здесь пять точек зрения да вот смотри вот есть виолетта у нее точка зрения вообще вот и такая прям и по-женски сильная и глубокая на это прочувствовал есть пётр который не сдается и у него тоже точка зрения не сдаваться мужики не сдаются все есть евмений который сидит и просто-напросто ну получает удовольствие то что его слушает он он же эгоист он этот нарцисс кончен вообще когда его слушают и еще сейчас лайкают да то просто это же вообще этот хлеб конец есть андрейка у которой состояние вопроса есть алиса который сейчас занимается операторскую должность вот но смотрите какая хорошая вещь если нас пять и мы команда и вот мы пять человек убираем команды не это все стереотипы западного мышления как на ну вот как нам вместе если мы найдем какое-то вот вместе находиться чтобы это ну чтобы быть чтобы ценность виолеты может она какой-то торт вкусный умеет готовить ценность петра который может сделать например нам что-то смастерить для нас именно да не только для меня ценность тебя твоего вопрошающего удивление по отношению к жизни ценность алисы которые на весь наш разговор придумать может даже несколько целый комплекс йога упражнений чтобы все это прожить через йогу понимаешь ценность меня который ну вот вот я вот вот в чем-то тоже вот вот так вот она есть вся эта многопозиционность также мнение суждения различия или я устраиваю драму конфликта разных убеждений мнений своей жизни в своей голове и зависаю потому что пока они конфликтуют я не знаю куда двигаться или же я учитывая ценность их да выбирая направление например вот например ты говоришь там там вот эти все сатсанговые випассановые вещи там от всякие там растождествление да там я не есть свое тело и не свои мысли и так далее все мы обретаем какое-то большее я чувство я естьности ничем не обусловленное без возраста без пола без без какой-то отождествленности да мы промедитировали час два три без воды без еды потом открываю глаза чу а я почти ли да оказывается тело есть потом эмоции чувства значит раз какие включат о вдруг там звонил кто-то быстренько включил телефон вот потом завтра надо к девяти уже быть да я понимаю что вот вот в чем здесь вот дай христианскую метафору да в первые века христианства люди очень много спорили вот иисус он человек который достиг реализации как сейчас говорит он бог у которого тело было иллюзорного так проведи это сквозь этого одни говорили так другие говорили так он бога человек достигший чего то то есть он фигурально говорил что я там и отец одно или это было буквальное чувство непроживания но то есть очень много спорили и вот был халкидонский собор такой в городе халкидон это на западной украине вот и там приняли такой догмат нераздельно и не слиянно бог и человек но это я хочу сказать это выше дзен да он нераздельно был богами человек и в то же время не слиянно то есть бог и человек не смешались как как молоко и борщ например в желудке нераздельно не слиянно вот этот халкидонский догмат применение к нашей современной жизни до полнота осознанности энергии божественности во мне да и в то же время я человек и у этого человеческого организма есть какое-то предназначение миссии задачи предпочтения не даже почему-то кого-то так вот личностно да прям обнять а с кем-то до свидания вот если сказать я реализованная любовь идите все вниматься вот ну это ложь это фигня полная тогда мы грешим против человечности если я отрицаю высшее в себе тогда только тупые социальные цели но но в этом не будет отдухотворенности поэтому вот алексей белый нераздельно и не слиянно бог 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 созна бытие сознание блаженства и в то же время человек со своими ограничениями и даже со своими туннелями реальности ведь у каждого есть из нас есть особенно у петра тот туннель и реальность из-за которого не может выйти вот он идет вот так и так и так он смотрит другие выходят думать ну раз они так могут тыкается здесь стена где-то может продолбить эту стену и расширить ее есть какие-то ну ограничения я вот точно понимаю что но вряд ли я когда-нибудь стану чемпионом мира по регби или что-то в этом роде но я туда и не стремлюсь потому что если я буду стремиться в не свое я могу или например не планирую научиться водить автомобиль вот в этом воплощении точно я шучу я не верю в воплощение на самом деле вот то есть есть я буду учиться например или например я могу научиться ночью сложно что ли 14 летние пацаны умеют водить машину или например я скажу так мне надо видеопрограмму чтобы монтировать мои видео там титры субтитры перевод или учить английский да боже мой у меня лёша есть но другой лёша костромин для этих целей вот если я буду ой так близко не могу прям тяжело чуть чуть больше возьми ракурс пожалуйста если я буду заниматься не своим да то моя вода будет долго выдалбливать эти стены бетонные которые не являются моим поэтому лучше я буду течь туда куда это река течет и получать от этого удовольствие потому что вода внутренная вода она мудрее чем идеи о том что надо себя исправить сделать не собой и тогда будет счастье многие люди вдохновившись выдающимися тренерами мастерами они занимались тем что старались быть как они или старались быть не собой они попадали туда и говорили блин тут еще хуже как они вообще это все выдерживают поэтому а свое это то что чувствуется то что хочется то в чем энергии много я верю в такие ну вот как называется freeway ну как это скоростная линия да такая вот едет машина если по freeway то можешь разогнаться там 120 180 километров в час потому что там гладкий асфальт безопасно очень четкие эти как это называется ну вот эстакады или как это все разворачивается очень все четко спланировать там можно разогнаться и быстро добраться и когда вот эта скорость вкус драйв удовольствие ветерок солнышко и мы как бы предчувствуем что мы очень скоро туда попадем но если моя и много какой-то энергии чувство что все идет правильно но если мы в чё-то не свое пошли вот надо это делать а вот не хочу вот надо и самое интересное иногда мы проходим через трудное но там есть предчувствие великой победы а тут и предчувствия нет но мы когда-то проглотили чужой вирус что надо этим заниматься потому что до нас вдохновил чей-то пример но этот человек например ну кто там еще ну например петр вот он же именно таким стал потому что это именно он понимаешь нас засхищают других людях ну душу душу самобытное что человек ну собой стал собой проявился но он схватывает идею надо реализоваться в том чем он реализовался поэтому искать свое слышит свою душу и перенаправить эту всю мощную ментальную конструкцию на достижение своих целей в душе должна произойти великая трансформация это означает что я смещаю внимание с чужих идей из других людей на то чего хочу я я не сохраняю ничего из того в чем дух мертвого в чем болотца но я нащупываю куда мой ручеек готов потечь вот и куда течет и с теми людьми и в глобальной такой ревизии и это даже ноут есть даже инкины и кинесиологический способ даже сейчас научу их а тебя то во первых короче берешь но вот у тебя есть например три каких-то целей в жизни я не буду спрашивать каких например 3 есть да вот ты пишешь эти три цели на бумажечке и бумажечки вот так закрываешь потом передаешь например там алисе и она трех человек не зная какие-то бумажечки прикрепляет эти булочки им на грудь сюда вместо бэджик но ты не знаешь какие-то три бумажечки и она не знает потому что на их не читал и потом эти три человека стоят это мистика но это работает и ты можешь перед собой их поставить можешь поставить их вокруг себя и просто вот как в классической расстановке ты просишь то начинаешь сам слушать себя куда тебе хочется кому из них тебе хочется и они пусть и не двигаются так как им хочется к тебе или от тебя или им хочется отвернуться от тебя вот и таким образом ты да понимаешь можно понять на уровне тела на уровне поле чё тебе надо а потом попроси их когда уже все решено и тебе например к виолете притянула и прямо хочется прям на колени стать и уткнуться и прям голубом в живот вот а петра например подтянула к тебе чуть ближе но он все равно в стороне стоит а саша например стоит и мир ни разу не двинулся наш вот и посмотри вот так вот она как бы развернулась и ты что-то допонял и можешь никому ничего не говорить что-то допонял и даже себе можешь не говорить просто иногда в видении как она находится за на пределами видимо реальности достаточно вот например большинство людей вот если смотришь например картина вышита нитками и там например домик деревце озеро лебеди вышита так красивыми такими нитками да и они смотрят на это и им достаточно хорошая картина рамочку только сделать и все а мне всегда интересно вот заглядывать на ту сторону и когда ты увидишь на той стороне что там ты увидишь хаос там переплетение какое-то там вообще не рисунок но технология условно говоря изнанка реальности она именно с той стороны мне всегда нравится заглядывать в эту изнанку и видеть как она все устроена но я всегда вхожу туда очень смиренно я знаю что если я например узнаю изнанку да я про я про попросил так вот я сказал что пожалуйста ничего мне не показывайте про людей я не хочу знать только в случае сети человек говорит загляни посмотри у меня там трэш мне там кошмар тогда я иду аккуратненько как называется да сейчас в слепой канал сейчас вот так вот захожу я говорю давай с тобой посмотрю вот здесь вот смотри здесь здесь вазочка разбитая здесь не на месте вот чуть вот это вот старые тряпки убери просто здесь пыль давно не вытирали да а вот здесь вот просто очень красивая комната и ты знаешь что там ты будешь да я знаю дальше не надо я там сам уже готов сходить главное что мы сюда прошли все я аккуратненько закрыл загладил и все мне интересно знать изнанку когда человек разрешает войти и когда у человека болит только в этом случае если вопрос не болит я туда не захожу вот поэтому иногда чек задает вопрос а у него не болит а я туда не хочу нет я я не пойду туда потому что если я пойду туда куда не болит то ну это пустая трата не не надо идти тонкие пространства беспокоить за этим вот это моя методология работ хотя я давно уже говорю что никакой методологии нет просто сейчас формулировалась потому что у тебя сильно ментальный вопрос давай третий вопрос и будем кино смотрят да спасибо на второе просто скажу спасибо мощно и третий вопрос у меня есть последний через проживание вот например мои границы нарушил кто-то и зависимостью от установок я могу пойти либо финской я какое-то не такое вот внутри дачу такое либо в янской это часам если я немного прокачала свою осознанность я могу немного подождать до с этим напряжением и пустите ли вы либо в инской либо янская сразу же нам же зафигачить первого встречного если мне еще чуть больше осознанность я могу с этим дойти до того кто обидел нарушил границ и его зафигачить а если еще чуть больше осознанности то я понимаю что вот это вот очень мощная энергия для трансформации не надо никого фигачить и сомневаться в себе и вообще это великолепный паттерн который там многих там боевых искусств и системы считается чуть ли не мастерским когда из-за врага делаешь друга и ты так умеешь делать а я нет ничего себе писал стратегию а а как вот 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 как ты же описал стратегии так я то не умею делать а ты умеешь вот если месяц напряжение границы нарушил я могу усомниться в себе но не хочу уже уже не хочу это играть зафигачить могу просто ничего не делать вывести то из тела то есть вот как-то вот появляются какие-то степени свободы владение вот этой энергии но их недостаточно как сделать вот это не потратить деньги наш мама дала деньги на покупки а я не хочу покупать жвачки хочу купить на самые самые вкусные самые полезные как вот эту энергию потратить наиболее конструктивно смотри внимательно прямая передача первое любой случай который произошел со мной выбрал сознательно и подсознательно я сам если какой-то человек по отношению ко мне совершил моральное или физическое насилие я выбрал позволил и я сам ответственен за то что это произошло может быть человек совершил насилие или нарушил границы или обесценил меня и моя душа возжелала этого урока и это притянула в свою жизнь душа мудрее она с высшим с пространством духа с полем имеет больше связи и она не обусловлена установками но когда душе становится больно у тебя хорошая есть такая идея ты говоришь что эту энергию взять можно для трансформации вот сейчас скажу маленькая ремарка премудрый царь соломон ветхом завете один из выдающихся персонажей молился так что господи дай мне сердце мудрая то есть глубинное чувство и разум сочетание если мой глобальный принцип ответственности за себя и осознанности я беру это я обучаюсь ну и здесь конечно привет вадиму демчугу огромная благодарность считаю одним из моих учителей превращаю это факт искусства то есть например мне знакомый один в нижнем новгороде он живет вот и он очень стесняется женщинами знакомиться и он ищет встречи с ними потому что ну хочется да такие милые создания те женщины пошло при хочется но у него есть вот этот момент застенчивости комплекса чувство что меня отвергнут ну и так может быть он ну может быть мысли о своей внешности или рост не вышел слишком длинные есть слишком короткие есть люди которые в согласии с никами не согласии смотри что он стал делать он написал книгу о том как он пытался в первом случае во втором как и вот но он пишет не о себе а некоем николая понимаешь и он прямо этапе он доверил мне рукопись почитать просто еще и говорить я не хочу даже в электронный вид потому что ну просто вот тетрадь я прочитал за одну ночь там вот вот такая толстенная тетрадь но как будто из и он рассказать что он там как бы интересный перелом он пошел на танцы чтобы там научиться вот этому всему и тому как эти энергии и представляешь и там он встретил потому что танец что такое если ты танцуешь хоть плановый танец хоть не плановый в какой-то момент но имею до такой структур в какой-то момент когда мозги отпускают вдруг по руке протекает энергия и и это понимаешь и искра зацепляется ментальное поле вот такое органе организованных ограничений она мешает она мешает но встретиться если быть очень много ментала то поле искрит понимаешь она не работает и ты представляешь и вот он рассказывает что говорит когда он уже не просто танцевал там а стал танцем говорит я почувствовал что значит быть танцем понимаешь и и все и там за искрила так оказывается эта девушка которая пришла сюда звали ее наталья вот и она уже так как бы его на два года вроде как старше но выглядит молодо знаешь если девушки которые умеют выглядеть так вот интересный момент она именно за этим пошла потому что не такой же был страх мужчин и вот когда у него что-то за искрила и потом они уже начали ближе знакомиться разговаривать и они поделились прежде всего этим потому что вот как господь бог сводит понимаешь то есть как про то что называется проблемным состоянием при трансформации факт искусства так ну понимаешь сам сюжета уже сама достаточно это для хорошего голливудского сценария был даже фильм на эту тему с каким-то известным актером 90-е годы там он ходил кажется как же этого звали актера я забыл вот но вот это самое то но он еще это все описал вот он привез мне эту тетрадку вот и говорит вы только не думайте что этот николай я но просто и просто вот самое интересное что в какой-то момент он почувствовал что эти герои уже живут самостоятельной жизни то есть он понимает что ему надо садиться и писать что у них там дальше вот и то есть вот вот этот феномен творчества когда своего героя похожего говорить я так пытался чтобы чтобы он был на меня не похож на вот блин похож понимаешь я сажусь днем записываю четным с ними происходит а вечером это происходит моей жизни вот вот так вот работает вот эти вот как бы когда человека подхватывает творческий поток ну вот поэтому я вот в таком ключе знаю как это делается но это ж можно даже на кулинарные блюда перенести просто понимаешь вот и тогда и вот так что вот так вот просто играть в это все и и кайфовать от многообразия игр и если ты попал в игру и ты как бы вот ну как сказать в чувстве игры находишься то все на тебя работают ты главный герой ты режиссер ты композитор который финальную песню сантрек все на реальных событий как он и все эти люди они персонажи твоего гениального фильма и снимают ежесекундно с четырех камер и звукооператоры два сидят просто слушают она говорит так олег не улавливает это все вот она вся игра все все работает а в писании сказано это так чтобы для библейски ориентированных персонажей слушатели вернее любящим бога все содействует к благу поэтому я любящий бог мне все содействует каббал все играет на меня все работает на меня любая хрень пока я думаю ой блин какая же хрень как же дурак вляпался смотрю если вот я только смиренно отношусь не вот так вот делаю хотя так тоже можно смеет о это же раз и все разворачивается поэтому вот просто я желаю камешна вот это я желаю так как-то это как в завершении надо хотя можно оборвать разговор на полуслой просто сказать оператор стоп не надо пока вот но вот я желаю чтобы вот этот вкус я же смотри я же тебе не слова то сейчас говорю но я посыл тебе передаю я очень желаю чтобы именно так вот все это раз так вишутха анахата с ватхистана все чтобы все прям запустилась вот особенно да и аджина так раз когда туда попала там разошлось и все парочку незнакомых слов видишь и как бы и работает работает вообще отмена жизнь очень просто это поток и это очень энергично свежая вода и вот это возьми этот образ что когда водопад свежие капли падает и в каплях отражается радуга это очень важно возьми под конец оператор нас крупным планом и мы какое-то время еще по будем так по-человечески а вот и просто так вот я не знаю как там зрители я получил 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 хорошем смысле на орехи купишь орехи на местном рынке а лучше урюк купи и хорошие финики у нас кинешь мне хороший урюк растет спасибо тебе огромное это очень мощное сейчас просто моя задача с этим быть просто с этим быть пожалуйста ты же уже с этим есть но не ставь задачи упал хорошо все все есть все есть и вон актеры смотри сколько в нашу и оператор и он и не марик он уже подоспел дэвид линч уже сидит думает вот ребята дают какой кино скрути спасибо большое